Добрый день, уважаемые саровчане! Сегодня 26 июня, пятница, и мы сравниваем с вами ситуацию по коронавирусной инфекции с 23 июня, вторником, когда мы последний раз встречались. На сегодняшний день у нас подтвержденных нарастающим итогом 469 больных, и это 42 новых случая за 3 истекших дня, 167 выздоровевших, и это 33 человека дополнительно выздоровевших за 3 истекших дня. Еще находятся под наблюдением 217 человек, и анализов выполняется в среднем более 240 в день. Госпитализировано на сегодняшний день 42 человека, из них 32 в нашей клинической больнице, из этих 32 у 9 заболеваний проходят средней степени тяжести, остальные легкие. Плюс еще 10 человек в Нижнем Новгороде, в Привожском окружном медицинском центре. Там у нас один тяжелый и 9 среднетяжелых. Ситуация на сегодняшний день продолжает оставаться такой же, как и несколько дней назад. Вот этот небольшой пик, который прирост в день 40 человек, который наблюдался, кстати, подобный же пик и в других городах, пока себя исчерпал. И я очень надеюсь, что мы вот в таком плавном режиме будем с вами развиваться дальше и сохранять все меры профилактики и не допускать заноса, вспышек в наши рабочие коллективы. Ну и также, конечно, заботитесь о своих детях. Сейчас у них начались, идут уже вовсю даже, они начались каникулы. И во время этих каникул я прошу, чтобы следили внимательно родители, чтобы дети не собирались очень большими ватагами, особенно там, где нет с ними вместе людей, кто мог бы за этими вещами проводить контроль и направлять детей в нужное русло. Но при этом были вопросы у меня, не являются ли у нас дети в настоящее время источником распространения инфекции в городе. И я ответственно заявляю, что на сегодняшний день, несмотря на то, что дети у нас многие, действительно гуляют и собираются группами во дворах, но на сегодняшний день весь анализ заболеваемости, всех цепочек, которые идут, дети все-таки на сегодняшний день не участвуют в распространении заболеваниями, а лишь сами являются ее жертвами и заболевают в основном в своих семьях, там, где их мамы, папы, бабушки, дедушки болеют. Это ответ о детях. Кстати, болеют дети, слава богу, легче, чем взрослые. Это радует, хотя сам факт заболевания детей, он настораживает только в том плане, что мы не должны забывать, и нужно помнить о том, что средства защиты должны быть и к детям. К более старшему поколению подойдем. У нас с вами скоро начинаются в городе экзамены ЕГЭ. Проработаны все механизмы, каким образом будет проводиться защита и профилактика коронавирусной инфекции. Все это проговорено с департаментом образования, все меры принимаются. Более того, перед каждым экзаменом проходит выверка списков, чтобы у нас на этот экзамен не попали ни больные, ни контактные, кто должен быть изолирован и имеет возможность распространить инфекцию. Это, конечно, очень хорошо в плане профилактики. Но это вызывает некую тревогу у родителей, которые боятся, что в связи с заболеванием их школьники не смогут сдать тот или иной экзамен. Я по всем вопросам в этой части направляю вас, чтобы вы нам не звонили, обращаться непосредственно в департамент образования. У них разработана целая схема. Есть резервные дни, в которые можно проходить дополнительный экзамен. Но, тем не менее, все-таки вся наша система сейчас нацелена на то, чтобы на экзамен больные и лицеконтактные не попадали. Еще есть вопросы по поводу войсковой нашей части. Говорят, что мы перестали давать информацию, скрываем ее, и все волнуются, что же у нас там с нашими военнослужащими происходит. Они действительно, я уже об этом много раз говорила, не входят в нашу статистику. То есть к этим 469 больным, которые у нас за весь период зафиксированы с COVID-19, у нас на сегодняшний день еще также нарастающим итогом 31 военнослужащий. 31 из них уже более трети выздоровели. Те, кто болеют, болеют в легкой форме. И все, если это контрактники проживают в городе, значит, все их контактные высажены также под постановление на изоляцию и также находятся дома. Я справедливости ради хочу сказать, что та вспышка, которая у нас небольшая наблюдалась в лазарете войсковой части, исчерпала себя. На сегодняшний день все мероприятия там проведены, и вспышка остановлена, она локализована уже, и больные уже, вот я уже сказала об этом, выздоравливают. А новые наши больные военнослужащие, кстати, как женщины военнослужащие, так и мужчины, заражаются уже теперь от наших же горожан. То есть не они несут нам инфекцию откуда бы то ни было, а живя здесь и проходя службу здесь, заражаются от наших горожан, в основном в домашних контактах от своих близких родственников. Там тоже ситуация под контролем. Ну и хочу, конечно же, на нашей свежей теме еще остановиться, это выборы. Нас ждут выборы 1 июля. Но обращаясь ко всем именно в плане профилактики коронавирусной инфекции, Хочу, чтобы, уважаемые саровчане, вы использовали время, которое дано нам на то, чтобы сходить до 1 июля, пока у нас избирательные участки свободны, пока там нет большого количества людей. Кто-то, может быть, так же, как и я, воспользуется услугами и проголосует онлайн. Кто-то сходит, и те, кто все-таки запланировал и хочет сходить и может сходить на выборы, призываю сделать это вас раньше. И уверяю вас, что так же, как мы готовимся к ЕГЭ, так же мы продумывали и варианты все профилактики коронавирусной инфекции при проведении всей этой кампании. Поэтому, для того, чтобы она прошла гладко и хорошо, еще раз хочу сказать, что все работодатели практически пошли навстречу и дают возможность нашим горожанам не просто проголосовать раньше, а проголосовать еще даже и в рабочее время. Желаю вам здоровья, желаю, чтобы вы были благоразумны, соблюдали меры профилактики. Всего вам доброго, до свидания.